И снова здравствуйте, это Укралая ФТВ, мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гетьман и медицинский центр «Призма». А с нами на связи эксперт Института Будущего Игорь Тышкевич, которого мы очень рады видеть. Игорь, здравствуйте, спасибо, что нашли время для нас. И вам добрый день. Игорь, ну, я не знаю, в каких странах мира, только не наблюдали за тем, что случилось в России, за маршем Пригожина, со всеми вытекающими последствиями. Поскольку страсти немного улеглись, хотя не факт, я так понимаю, что просто внешние какие-то, да, и сейчас начинают появляться какие-то новые факты, какие-то интригующие подробности. Но что меня поразило, что в отличие от очень многих людей, которые считают, что Пригожин вдруг непонятно зачем доверился Лукашенко и отправился в Беларусь, и что там наверняка с ним разделаются, о чем пишут западные партнеры. Вы написали, что все-таки вот с Пригожиным в Беларуси все будет в порядке. Или по-другому ваш пост назывался «Почему Пригожина не убьют в Беларуси?» Ну, это интересно. Ну, давайте, наверное, начнем не просто с этого вопроса, а вообще вот очень интересно. Вы же занимались с Пригожиным, мы с вами обсуждали все эти ЧВК, как они строятся, как финансируются, как работают. Теперь, если вы не против, давайте поговорим о том, что же произошло с вашей точки зрения и каковы последствия. Вот тут я, наверное, могу просто замолчать и вас слушать. Давайте так, я начну тогда немножко саморекламу, буквально послезавтра вечером на сайте Института будущего, ну, на Фейсбук страничке, будет в том числе онлайн трансляция, презентация моего доклада по логике развития российских частных войнокомпаний, вот, который был сдан уже курица верстку в мае месяце, меняющий коллеги немножко назад подкалывали, будешь ли ты переписывать, я заявлял, что ничего переписывать не буду, потому что все развивается в описанной в этом докладе о логике. Но, в принципе, так оно и вышло. Вот, то есть, как говорится, работать не надо, подождать презентации. Суть следующая. Давайте немножко отмотаем назад и посмотрим на процессы, которые происходили. То есть, вопрос не только в Пригожине, вопрос не только в ЧВК-Вактор. С момента, когда Российская Федерация начала вытягивать ЧВК на фронт, именно на фронт, возникла острая необходимость какой-то формализации именно институций частных военных компаний. При этом загонять всех под Министерство обороны либо другие формальные существующие структуры, было нецелесообразно. Почему нецелесообразно? Приведу просто несколько фактов. Первое. Бюджетирование. С точки зрения найма работников, даже если владельцы ЧВК платят из государственного бюджета, это все равно намного более, точнее, намного менее дорого. Это дешевле. Потому что, если условно гибнет солдат вооруженных сил РФ, худо-бедно, но его семья, кроме белой лады условной, она еще претендует на какую-то пенсию от Министерства обороны. А если гибнет наемник ЧВК, даже если разовая выплата больше, то потом всем спасибо, все свободны. То есть для государственного бюджета это банально дешевле. Второе. С точки зрения восприятия потерь. Особенно, когда идут большие фронтовые операции. Одно дело, когда погиб там мобилизованный либо солдат и так далее, ну там восприятие нашу армию, как говорится, побили. А когда человек сам нанялся на фронт, причем, либо в так называемом добровольческом подразделении, потому что Россия тоже использует этот термин, либо в ЧВК, ну, как говорится, сам виноват. Третий. Контингент. То есть давайте посмотрим те же самые пригожинские СМИ, вот Реофан, другие СМИ группы, медиагруппы Патриот, они активно в последние месяцы показывали вот так называемые кладбищенские поля ЧВК, но вопрос в чем? Контингент набирается из депрессивных регионов, либо из мест лишения свободы. То есть это те люди, которых в последнюю очередь будут искать. Соответственно, даже поля могил. Разбивается такое поле невдалеке от небольшого населенного пункта, куда очень удобно приезжать раз в год, как говорится, возлагать цветы, ставить какой-нибудь монумент, либо если он стоит к ним приходить, в остальное время забыть. То есть это менее заметно, чем поле свежих могил на городском кладбище обычных жителей. И за счет именно вот такого подхода, по большому счету Российская Федерация, можно сказать, что выехала в 2022 году. Потому что после отступления из Киевской, Черниковской и Сумской областей, да, они перекинули подразделения на другие участки фронта, но возник вопрос компенсации и потерь. Тут вопрос не только убитых, тут вопрос еще раненых и так далее. И давайте посмотрим, вот если отмотать, посмотреть на тот момент историю, то мы имеем, тогда очень много говорили о боевом арабейском резерве страны, это так называемые отряды БАРС, много говорили о добровольческих подразделениях и в том числе начали раскручивать, правда на примере ЧВК Вагна, хотя это не единственная ЧВК, которая воюет на фронте, начали раскручивать тему ЧВК и та же самая история с заключенными. То есть по большому счету мы имеем ситуацию, когда в 2022 году, то есть год назад, с мая по сентябрь месяц на фронт было отправлено не менее четверти миллиона, то есть 250 тысяч человек. Еще раз, 250 тысяч человек без формальной объявлений мобилизации, дополнительных набора контрактников и так далее. То есть при этом Министерство обороны Российской Федерации своим гражданам, даже не называя, ну как говорится, потеря, оно могло говорить, что да, потери у Министерства обороны относительно невелики, даже называя цифр. Хотя да, они занижали, продолжают занижать даже не в разы на порядок, но как бы там ни было, в любом случае, еще раз, потеря солдат и Министерство обороны это статистика потери солдат и Министерство обороны. Потеря наемника частной военной компании, ну, производственная травма, извините. То есть это разные вещи, разного порядка. И поэтому они смогли оттянуть в том числе вот такую вещь, как мобилизация с июня, когда они должны были ее проводить, на октябрь месяц. Сейчас мы имеем похожую ситуацию, то есть по тем же самым заключенным, кстати, вот последний законопроект, который освобождает от ответственности не только заключенных, которые уже сидят, но и заключенных, которые, точнее, не заключенных, а обвиняемых, которые находятся в СИЗО, потому что там освобождение от ответственности даже в случае проведения предварительного расследования. Учитывая, что через СИЗО в прошлом году в России прошло более 620 тысяч человек, из которых по 614 тысяч были вынесены приговоры, 620 тысяч. Прошло через СИЗО. Ну, через СИЗО, через уголовные дела, то есть через само СИЗО прошло, через именно заключение в СИЗО, а не там домашний арест и так далее, прошло порядка где-то 350 тысяч. Но в колонии было отправлено около 180. Это снова-таки не считая со срочкой, не считая поселений именно в колонии. При этом общее количество заключенных в России уменьшилось на 30 тысяч. При том, что количество обвинительных приговоров, особенно связанных с лишением свободы, было реальное уменьшение, так называемые ковидные годы, чтобы не перегружать систему. А в 2022 году было, наоборот, увеличение. Ну, то есть, и получилось, что можно говорить в том числе о том, что да, нам в частной военной кампании из мест лишения свободы, он выгреб часть заключенных, но эта категория, она, как бы сказать, самовозобновляемая, то есть она постоянно пополняется. И плюс, если русские расширяют это на сидельцев в СИЗО, то это еще очень выгодная вещь, потому что с зэками можно по-разному, а в СИЗО можно прийти и сказать, ну, давай так, ты сейчас будешь годика-два мариноваться в СИЗО, даже если потом мы прекратим уголовное дело, ты выйдешь с подорванным здоровьем, пятном на репутации, ну, несмотря ни на что. А ты можешь просто пойти, как говорится, повоевать за Родину, и по этому делу к тебе никаких претензий не будет. Вот, ну, это одна вещь, мобилизационная. Вторая. Учитывая все это, частных военной кампании стало реально много. То есть, можно говорить, что появилось вот целое направление, которое не урегулировано законодательно. И вот на этом фоне возвращаемся к теме противостояния Пригожина и Шейку. То есть, это еще раз, это не антипутинский, там, марш, не что-то еще, то есть, это именно попытка Пригожина отвоевать свое место под солнцем. Случайно, как говорится, люди подсказали, нашел на что-то похожее в Российской Федерации. Вот представьте, берем старую российскую историю, царь, бояре, воеводы, стрельцы. Это стрелец, либо в лучшем случае воевода, который хочет стать боярином. Потому что воевода, либо стрелец, он живет, он имеет какой-то, какие-то бонус тогда, когда он нужен. Если он не нужен, ну, извините, с ним расправляются, либо он просто отправляются в забвение. И в данном случае есть необходимость создания отдельного, условно говоря, отдельной институции ЧВК в рамках, либо в составе российской вот этой вот силовой башни Кремля, значит, и есть необходимость в поиске так называемого смотрящего, то есть куратора. Как формального, так и неформального. Для Пригожина, который являлся фактически порученцем Путина, то есть еще раз, его влияние напрямую зависело от того, насколько он затребован. Переход в статус вот такого условного боярина, это очень хорошая перспектива. Но для этого необходимо было показать, что Министерство обороны а, неэффективно, то есть нужно еще одна институция, в данном случае ЧВК, и б, показать свою успешность, как возможного смотрящего за этим процессом. Но с точки зрения ЧВК как институция, да, это понимание более-менее приходилось. С точки зрения идеи, кто будет курировать процесс, вот тут как раз таки излишняя активность Пригожина, она вызвала вопрос, потому что претендентов на кураторство много, и среди прочего, в том числе, и Шойгу тоже не против, ну как бы сказать, стать одним из таких кураторов. То есть мы имеем развитие конфликта уже между этими двумя персонами, и вот в эту логику укладывается как раз таки, ну скажем так, вся их, вся жесткая риторика Пригожина и попытки отдельных подразделений Министерства обороны, ну скажем так, подпориться с Ириномой Вагнеров. Вот, то же самое, минирование и так далее. И дальше подходим к такой вещи, как само противостояние, которое было, закончилось Машем Пригожина, то есть к этой активности, по большому счету, люди готовились. Какие люди, это важно? И Шойгу и Пригожин. И Шойгу готовился? Да, да. Ну смотрите, давайте очень простой пример, абсолютно, которые могут все верифицировать. Итак, помните, когда Чавыков Агдар перешел границу, сразу несколько заявлений различных солдат, то есть я генерала подбросим, солдаты, которые в одном месте, на одном фоне что-то говорили, ну либо похожих, что-то говорили про то, что ребята, давайте не будем устраивать смуту, давайте это же предательство, там мы с вами воевали и так далее и тому подобное. Теперь представьте, что все эти подразделения, то есть постарались сделать выборку из различных подразделений, с которыми воевали на различных участках фронта. То есть это значит, что за пару часов надо дернуть, выдернуть из окопа солдата, условно говоря, из-под Купинска, солдата из-под Бахмута, солдаты из-под Орехова, солдаты из-под Херсона, всех их собрать в одном месте, ну либо сделать, скажем так, большой тур, цирка, шапитос, имею ввиду операторов и так далее, собрать их в одном месте, дать им выучить текст, записать и выложить. Ну это не делается за два часа, ну никак. То есть соответственно есть какое-то задание, есть подготовка, есть к этому всему все идет. Плюс вот упомянутый мною законопроект по освобождению от ответственности, те кто сидит, то есть он вышел за два дня до информации о том, что в Госдуме рассмотрели в двух чтениях, то есть соответственно у Пригожина выбивают мобилизационный резерв, потому что это все будет идти в Министерство обороны, плюс наим других подразделений. И за несколько дней до Пригожи начинает еще раз поднимать ставки, то есть давайте вспомнить так называемое его интервью, точнее первой части интервью, которые публиковались на его ресурсах. Это было не интервью, это был монолог, потому что до ответа на вопрос дело не дошло. Но, если мы берем вот ключевое, то что опубликовала пресс-служба Пригожина, первую часть, там как раз таки за что надо цепляться. Наши, увы, к моему глубокому сожалению, наши журналисты, они уцепились в первую очередь за заявление Пригожина о том, что российская армия пятится там на запорожском направлении. Это мелочь. Ключевое, как раз таки, самое болезненное для Шойгу, это то, что Пригожин говорил о начале того, что русские называют специальной военной операцией. Когда он подчеркнул, первое, это количество потерь среди российской армии. Это он сделал прямо накануне похода, вот, да? Да, это сейчас я в Телеграме найду, скажу, когда. Ну, просто чтобы нашим зрителям было понятно. Я службу Пригожина, на одну минутку. Это у нас было 20... Это у нас была опубликована эта часть, то есть отрывки начали идти 22-го, полностью опубликовано все видео 23-го рано утром. То есть это до начала вот всего-всего-всего этого большого похода. То есть, по большому счету, мы имеем сознательный подъем стал, где он разрушает сразу несколько мифов, которые создавались Шойгу первой. Это потери. Второе, где он говорит о так называемых целях специальной военной операции, что с точки зрения политики это было абсурдно. И что лоббировал это Шойгу, который хотел как усиление своей значимости. Где он говорил про снабжение и так далее. То есть он фактически прошелся по всей конструкции агитационной, либо пропагандистка, которую создавал министерство обороны. Это намного в разы более болезненно, чем заявление о том, что на каких-то участках фронта Российская армия отступает. То есть он сознательно очень резко загнал ставки вверх. Причем почему-то сделал, вполне вероятно, что был вопрос, и он вполне вероятно, что решался о физическом устранении Пригожина. Еще до начала всех вопросов. Да, да, да. Потому что если Пригожина нет, то в таком случае нет и проблемы. Со всеми остальными можно договориться. Поскольку там межличностный конфликт. Именно поэтому, кстати, Шойгу и Герасимов рванули резко в Ростов. При том, что пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации про это молчала. Что делает Пригожина? Очевидно, что есть вероятность того, что какая-то управляемая и неуправляемая ракета вдруг прилетит в его машину. Вот тут можно спорить, был ли реально удар по тыловым базам или не было. То есть и какого масштаба он был. Но суть в другом. Начало марши. Вот теперь представьте, у тебя есть выведенная с зоны боевых действий подразделения с разной ступенью повреждения техники. И вдруг зампотеху, даже не бригада, у Пригожина несколько бригад, а даже батальона, вдруг говорят в таком случае у тебя через 10 минут марш. И вся твоя техника должна быть на колесах. Что скажет зампотех? Ребята, пошли бы вы на. И выдаст длинный список, что ему надо, и нецензурно длинный список, куда бы пошли хотелки, чтобы все это поехало через 10 минут. Но Пригожинская техника поехала. Еще раз. И хорошо поехала. И зоны боевых действий. Это значит, что несколько дней, если не недель, они целенаправленно занимались такой вещью, как подготовка техники к маршу. Второе. Заправка. Хочу отметить, что часть танков и БТРов ехала, ну БТР и ладно, но часть танков ехала своим ходом. Знаменку. Расход топлива в танке. И сколько надо времени, чтобы заправить танки? Это значит, что это тоже не делается за 10 минут. То есть где-то были и наконец-таки места концентрации подготовки к маршу. То есть у Пригожинских есть база в Запорожской области. Но то, как они после публикации заявлений достаточно быстро пересекли границу, говорит о том, что все подразделения, которые были готовы к маршу, они были сконцентрированы в Донецкой и Луганской областях. То есть ты подготовил технику, ты заправил технику, ты стянул все свои подразделения. В одно место, условно говоря, выстрелил в колонны и ждешь отмашку. Отмашка есть и все поехали. Быстро упаковались, бойкомплект, скорее всего, был загружен и поехали. Поэтому, по большому счету, это было, я считаю, что подготовка шла с двух сторон. И было несколько моментов, когда можно было сдать назад, в любом моментах, после которых, ну, можно говорить, что конфликт выходил бы на новый уровень. Первый момент – это пересечение государственной границы. То есть я имею в виду границы 91-го года. Потому что с точки зрения российских пропагандистов, якобы, Донецкая и Луганская область, то вроде бы они говорят «Россия». Но пограничные переходы никто не снимал. Вот, то есть пересечение границы – первый пункт. Второй пункт – куда пошли? То есть одна колонна идет на Ростов, вторая колонна идет в сторону Москвы. Очень важно, как быстро вошли в Ростов, и очень важно, что хотели получить. То есть для Пригожина политическим успехом это был бы… Тут вопрос не казни. Это было бы просто публичное унижение Шойгу Герасиму, когда он стоит и говорит ему, что же вы козлы делаете. И тут вопрос выбора Путина. Путин очень не любит принимать резкие кадровые решения. Это его слабое место. Но случается достаточно забавная вещь. То есть когда вагнеровцы уже входят в Ростов, то есть Путин оказывается перед вилкой. Удовлетворить требования Пригожина в таком случае – это означает, что уволить либо Шойгу, либо Герасиму, кого-то из них, сразу. Но это показать, что царь слабый. Не удовлетворить требования Пригожина – это означает, что фактически попытаться уничтожить ЧВК Вагнер, при том, что российская пропаганда именно эту структуру практически полгода пиарила. Это значит, что начать уничтожать, условно говоря, своих. А это деморализация войск. И тоже непонятно отношение. Плюс реакции, назовем так, тех, кто называет себя обычными россиянами. То есть значительная часть из них, они так спокойно воспринимали – ура, Вагнер! Посмотрите, как вагнеры сопровожали из Ростова. Это не есть оппонирование, либо переход в оппозицию к Кремлю, граждан. Это стандартный розыгрыш старой российской схемы «Царь хороший, бояре плохие». И тот же самый марш Пригожина. Он вполне укладывался в этот «Царь хороший, бояре плохие», потому что Пригожин апеллировал к царю. Говорят, что бояре плохие. И поддержка населением действий Пригожина. То же самое. «Царь хороший, бояре плохие». И по большому счету марш – это была попытка занести челобитную. Да, с оружием в руках. Но особенно в условиях войны такие челобитные не принимают. То есть вначале вешают, потом смотрят, что хотели сказать. Если эти ребята успели написать. Можно маленький под вопрос только. Вы думаете, Пригожин не понимал, что в таких условиях челобитные не принимают? Пригожин прекрасно понимал. Он понимал еще раз, что вешать невозможно. Раз. И второе – зависела его личная судьба. Потому что я начал с того, что в данном случае был вопрос не столько в усилении, сколько в том, а где будет господин Пригожин как человек. При этом Пригожин до конца был уверен, либо верил в возможность договорника, либо компромисса. Потому что очень маленький пример. Я уже приводил. Это Африканский театр действий ЧВК-Вактор. То есть, да, обстрелян в боях, именно в фронтовых боях в Украине, в такой современной войне. Это части Пригожина в Украине. Он тут говорит около 25 тысяч. Но у него не менее 20 тысяч есть в Африке. Это люди, преданные ему лично. Со значительной частью из них он прошел, начиная с 2015 года. Это люди, которые завязаны с ним финансовым интересом, то есть на бизнес и так далее. Логично, если ты собираешься делать какой-то переворот либо что-то еще, то хотя бы в качестве личной гвардии, личной охраны, ты вытягиваешь наиболее боеспособное подразделение ближе к себе. Из Африки не вылетел никто. И в Африке было все спокойно. То есть тоже те же самые и российские корпорации, которые пользуются услугами данной ЧВК, то есть никаких глобальных изменений не было. То есть это говорит о том, что этот бунт был ограничен, ну как говорится, по верхнему уровню воздействия. Но с каждым следующим километром ближе к Москве, то есть приближалась именно вот эта точка невозврата, когда компромиссы были невозможны, когда были бы потери для обоих сторон. Соответственно, да, нашелся вариант использования Лукашенко как коммуникатора. Причем это... Удивительно. Почему? Давайте сразу, потому что это неожиданно. Идет воевода, а будь давать против царя. Царь не может встретиться с таким воеводом, либо тем более стрельцом. Царь не разговаривает со стрельцом, который пытается что-то требовать. Царь этого стрельца убивает. Но убивать стрельца не выгодно. А говорить нельзя. Соответственно, бояре, против которых выступает стрелец, тоже не могут это сделать, потому что в таком случае не перестают быть боярами. А их место занимает отстрелец либо воевода. И таким образом ищут даже, вот условно говоря, есть условный Путин, есть условный там Лавров-Песков, есть условно Собачка-Пескова. И вот нужна Собачка-Пескова. Который вроде бы статусный, но она не входит ни в число бояр, ни в число, скажем так, оппонентов. Нашли. Вот тут вопрос. Сразу же. Мне кажется, он тоже очень важный. Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам очень странным историю, когда сам царь, как вы назвали Путина, может быть, и не может говорить со своим подчиненным в таких условиях. Но есть куча людей в его окружении, которые могли бы это сделать. Удивительно, что должен прийти другой человек и с другой стороны. И теперь это выглядит, теперь это выглядит как Лукашенко, извините, спасителя России там от большой крови. Вот сегодня мне уже пришлось читать этот анализ, да? Да, у вас, между прочим, да? И так, что же это? Как так? Вопрос об общей неуверенности угрозы дестабилизации. Теперь давайте смотрим ключевые башни Кремля. Итак, если мы смотрим состав башни силовиков, то есть Министерство обороны резко против Пригожина. Понятно. Спецслужбы, учитывая то, что Пригожин давно провоцировал и теми же казнями кувалды и так далее, но они тоже, ну, скажем так, говорящие украинского не в захвате от перспективы того, что Пригожин усилился, станет равным им. Был вопрос позиционирования Золотова с Росгвардией. Ну, там тоже достаточно интересно, потому что если бы Золотов принял сторону Пригожина, то есть это был бы уже бунт, это была бы гражданская война изначально. Все. Других вариантов нет. Что делает Золотов? Он поддерживает Путина, но при этом он старается не спешить. То есть Росгвардия где-то она немножко опаздывает, но не настолько, чтобы создавать проблемы для российской власти. Типичный пример. Чеченские подразделения, все подразделения, которые называются, каждая из них носит название Ахмат, точнее имеет слово Ахмат в своем названии. Условно говоря, все эти Ахматики это формальные структуры Росгвардии. Давайте вспомним, как они заходили в Ростов. Ахматики бодро доехали до границ города и стали в пробке. Бывает. Бывает. Ну, с одной стороны им, как говорится, стреляться с Пригожинскими не хочется и страшно, а с другой стороны, ну, возможно, посоветовали тоже, ребят, не слишком спешите. Тем более, что уже было понятно, что на какой-то договорняк выходят. Зачем лишний раз поднимать шум? То есть, прямой разговор с силовиками невозможен. Идем дальше. Интересна позиция Чемезова. Вот группа ВПК. Это одна из самых закрытых групп, у которой и финансы, и собственная служба безопасности, все, то есть они, как бы сказать, они все ресурсы принимают извне, очень мало отдают. Информационных и всего остального. Чемезов понимает, что он нужен всем, то есть при любом развитии ситуации российский ВПК нужен любой из того, они аккуратно поддерживают Путина, но не слишком громко. То есть в качестве коммуникатора используют Ксюшу Собчак, которая заявляет, что во время смуты поддержим президента. Вот такие русские демократы. При этом сам Чемезов спокойненько сидит ему не до того. Газпром, Газпром Новотек. Эти, да, они без резких движений, но они, скажем так, более-менее делами поддерживают Путина, потому что там был вопрос работы службы безопасности, был вопрос вызова дополнительных, ну, как раз-таки тех самых собездников своих на рабочие места и так далее. То есть там есть Роснефть и Лукоил. Это группа, то есть Сечин. У Сечина партнерское отношение с Пригожиным. Сечин отмалчивается. Ковальщуки. Ковальщуки сами родили Пригожину. Они отмалчиваются. Потому что, кстати, и Сечин и Ковальщуки, они не против потрясти группу силовиков. и технократы, которые планомерно занимаются кадровой работой. Ну, эти ребята, как говорится, достаточно спокойно смотрят на это сверху, понимая, что, ну, все равно они будут и дальше заниматься кадровой работой. Они вообще ничего не говорят о происходящем. Вот. Ну, и есть еще забавная ситуация. Это остатки семьи Путина, где часть бизнесменов, они выступают за Путина. Ой, семьи Ельцина. Часть бизнесменов выступает за Путина. Но, с другой стороны, вот как раз таки подсветить сам процесс стрелецкого бунта, либо смуты, как русские называют, тут нельзя обойти вниманием очень важную роль на начальном этапе такого медиаресурса, такого медиахолдинга, как сеть городских порталов. Это один из последних активов семьи Ельцина, в который входит и вот один МК РУТ, и Фонтанка, и городской портал Ростова. То есть, как минимум, четыре из, там, около сорока порталов, ну, по всей России, но четыре, как раз таки, ключевых, где происходили события, они сразу включаются. Вот первые кадры, которые пошли в Телеграме и так далее, это были кадры, либо самих этих городских порталов с их логотипом, либо сняты ими же, и же корреспондентами, что верифицируется, когда ты смотришь просто, ну, как бы сказать, несколько роликов складываешь в одно, понятно, что снимал один оператор, только на один лого поставили, а второй продали кому-то еще. Вот. И они активно это разгоняют. То есть, они подсветили саму проблему. Зачем, почему-то это можно обсуждать, ну, как бы там ни было, это стоит отметить. Это интересно, кстати. Вот. И на фоне этого, то есть получается, что смуты против Путина нет. Но позиция групп неоднозначна. Влазить в эти разборки, которые ключевые группы элит видят, как разборки Пригожина с армейскими, никто дополнительно не хочет. Более того, часть заинтересована в том, чтобы армейским немного надавали подзатыльников. И вот, возвращаясь к теме коммуникатора, соответственно, никто из этих групп коммуникатором быть, ну, как минимум, либо не может, либо не хочет. Идеальный вариант человек извне, который, с одной стороны, имеет какой-то статус, достаточно большой, формальный, а с другой стороны, мало влияет на развитие ситуации внутри самой России. Но выходим на Александра Григорьевича Лукашенко. С другой стороны, тот, да, тот пытается максимально монетизировать данную ситуацию, потому что получилось так, что тактически он выиграл позицию, при которой Путин ему должен и Пригожин ему должен. Вот это очень, для него это очень важно тактически. С другой стороны, если мы говорим стратегически, то мы пока что видели только первый раунд, либо первый этап вот этого кризиса, связанного с институциализацией ЧВК. На следующих этапах может быть все, что угодно, и тогда как раз-таки Лукашенко могут припомнить и эту роль, то есть стратегически он может проиграть. Кроме того, для Лукашенко влезть в эту ситуацию, это, среди прочего, ну, как бы сказать, подстраховка на российском направлении, потому что часть белорусских пропагандистов на фоне раскрутки темы вагнеровцев российскими СМИ, они подхватили вплоть до символизма, то есть начали друг друга ударить кувалдом и так далее и тому подобное. А вот теперь представьте, что если бы началось противостояние, как говорится, Пригожи начали бы защищать, вот как бы выглядели эти белорусские пропагандисты, которые с кувалдой говорят, мы любим Россию. То есть тут, среди прочего, да, подстраховка и своя. То есть выгодно, чтобы и те, и другие, по крайней мере, не стреляли один в одном. Поэтому таким вот образом вылез и сам Лукашенко, вылез его функционал. Если говорить о будущем, то еще раз, давайте вспомним, что первое, в Африке ничего не изменилось. И Пригожин, поэтому в Беларуси он, ну, вряд ли задержится. Вот. Плюс африканские активы, они нужны и важны. И эта часть ЧВК Вагнер, вот я говорю часть, потому что, скорее всего, будет разделана несколько групп, она остается за Пригожиным, ну, по крайней мере, в ближайшее время. То есть какую-то часть он себе оставляет? Ключевую. Ключевую. То, что приносит деньги. То, что приносит деньги. Вот. И обеспечивает влияние. По крайней мере, на том же самом уровне, на котором было. Второе. С точки зрения второй части, обратите внимание на риторику и Кремля. говорили, что Пригожиный нехороший, но обращались в том числе к командирам. Давайте вспомним, что заместителем командира ЧВК Вагнер является, среди прочего, с мая 23-го года, то есть относительно свежее назначение, товарищ Мизинцев. Это всего лишь заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению вооруженных сил Российской Федерации до мая 23-го года. А командиры значительной части подразделения вот на уровне от батальона и выше, это сотрудники Галугаша. То есть против этих людей, к этим людям никаких претензий. Вот поэтому в данном случае вполне вероятно, что будет формироваться и, скажем, второе крыло Вагнера, которое может быть более близко к Министерству обороны, но при этом Пригожин сохраняет влияние. Вопрос в другом, что сейчас вот события как раз-таки начали развиваться в сторону вот такого договорника, то есть с точки зрения институализации всех частных военных компаний. Буквально сегодня утром я вижу материалы на Коммерсансе, я вижу упоминания на РБК, я вижу разгон в телеграм-каналах о том, что в России нужен закон о частных военных компаниях. Об этом говорят руководители профильных комитетов Госдумы, лидеры фракции «Справедливая Россия» вспоминают, что они же года четыре назад готовили даже какой-то законопроект, который якобы на тот момент был никому не нужен. То есть старт дан. Но старт пока что без определения, кто будет куратором. Потому что желающих побыть куратором очень много. то есть это первое, за что боролся Прикошин. Второе, кадровые изменения. Да, сейчас многие говорят о том, что вот появился Дюмин на радарах, да, его сейчас из него активно лепит, как говорится, военачальник. Но не факт, что упадет Министерство обороны. Он может стать куратором ЧВК, что ему что мешает. Если Министерство обороны, то скорее всего быстрых вот таких вот мгновенных глобальных перестановок не будет. То есть даже если говорить о отставках больших ключевых персон, то это будет по одному. Словно говоря, Шойгу, либо отдельно Герасимов и так далее. Но достаточно большая вероятность, что Путин выдержит паузу. Чтобы это не выглядело как реализация договорника оттуда сейчас. То есть пауза неделька-две, потом в результате чего-то там, причем это может быть либо с повышением, либо на другую работу. Перевод одного на значение второго. И тогда остается вопрос просто лично Пригожина и его функционала в будущем реализации договорника. То есть до этого момента убивать Пригожина смысла нет. До момента, когда после момента, когда выстраивается новая система, вполне возможно. Но это убийство не должно быть связано с идущим кризисом в отношении ЧВК. полетел в Африку и вдруг нашли какое-то неконтактное племя где-то в джунглях и эти ребята из неконтактного племени плюнули иголкой с ядом. Ну вот такое может быть. Несчастные случаи. Да, вот в таком формате. Но снова-таки это не Беларусь, это не Беларусь, то есть там это не выгодно никому. То есть такой исход он возможен только при общем антураже, который никаким образом не связан ни с Украиной, ни с этим кризисом. Ну и наверное последствия для режима. Это в качестве вывода, если можно, для российского, потому что как бы не закончилась эта история с Пригожиным, она точно еще наверное мне кажется как-то не законченная до конца, все-таки для режима что-то поменялось. Очень странно, когда какие-то наемники могут взяв танки дойти почти до Москвы, при этом как бы и уйти самостоятельно по своему собственному желанию. Это тоже очень странно. Тут как раз таки интересная ситуация. Для своих граждан они картину нарисуют. Тут как раз таки с точки зрения граждан ничего не будет. Напугали всех смутой, но потом договорились мудрый царь нашел нужные слова. Плюс Лукашенко, который верится временным спасителем. Тут как раз таки все окей. С точки зрения элит. С точки зрения элит да, немножко перепугались, но с другой стороны это показало возможность либо перспективность будущих войн между боярами. Как бы там ни было, вопрос коллективного Путина либо вопрос транзита он все равно обсуждается. Что будет после. То есть это показало в принципе в определенном мере и риски и реальность такого шага. С точки зрения государства, которые зависимы от России. Вот тут самое интересное, потому что Россия держала свое влияние на нескольких вот таких ключевых тезисах. Первая это российская армия, которая может быть как защитником, так и условно карающим мечом, если кто-то не слушается. Второе это российская большая ресурсная база, которая может поддержать экономически либо наоборот. И наконец-то третье это единство по крайней мере внешнее на внешнем направлении российских элит, которые проводят политику выгодную Кремлю. То есть можно играть в частности, то есть с кем больше дружишь, какую шоколадку выбираешь, горькую либо молочную, если тебе эту шоколадку дают, но шоколадку взять опять. Что мы имеем теперь? С точки зрения российской армии этот миф достаточно постепенно разваливается на протяжении последнего года. То есть российская пропаганда пытается его стабилизировать, говоря, что у нас еще какое-то супероружие и так далее, что мы сейчас перейдем на военные рельсы, но для многих соседних государств стало очевидно, что с точки зрения оперативного и быстрого реагирования нету ни российского зонтика безопасности, ни российского условно каращего мяча. И это мы видим в поведении и Армении, и Казахстана, и других государств и государств Центральной Азии. Второе. С точки зрения элит, вот тут как раз таки этот кризис показал, что нет такого единства. И что можно в том числе попытаться сыграть на внутрироссийском поле. Пока что результаты этого оценивать сложно, и увидим результаты такой демонстрации своей слабости, но я думаю, что не сразу месяца через 3-4, но как бы там ни было, это вот такой отложенный эффект. Третий эффект это так называемая экономическая мощь, вот та же самая шоколадка. То есть видно, что в случае внутренних потрясений и российский фондовый рынок, и российская валюта, то есть они начинают достаточно быстро реагировать. То есть нету такого жарка запаса прочности. То есть это снова таки, что а может быть и так. То есть получается, что если Россия адаптировалась условно к санкционному давлению, это логично, то сейчас она столкнулась с новым вызовом, что а если кто-то начнет играть на внутреннем российском политическом поле, то это может вызвать среди прочих и кучу экономических проблем, весьма нежелательных, в том числе для окружения Путина. Ну и поэтому сейчас во-первых приходит осознание этого факта, оно приходит достаточно медленно, потому что будут анализировать, будут наблюдать, как быстро российская экономика фонда Варина будет отскакивать назад, то есть восстанавливаться. Но с другой стороны как бы там ни было такая заметочка, что играть в эту игру можно, потому что раньше в эту игру пыталась играть только Россия, сейчас можно играть и с Россией, не ее же на российском поле. Вот это тоже дорогого стоит. Игорь, спасибо огромное, спасибо, что были сегодня с нами, мы вам очень за это благодарны, спасибо огромное. Спасибо вам. Игорь Тышкевич был сегодня с нами на связи, за что мы им очень благодарны. Конечно, признательны вам наши спонсоры на платформе Patreon. Оставайтесь с нами, это был Украл ОФ-ТВ. Do usually be